Всем привет, с вами Герас Никита и сегодня я хотел бы рассказать вам о играх, которые дадут бесплатно по подписке PS Plus в декабре 2018 года. На самом деле, вот этим списком игр по подписке PS Plus меня Sony немного разочаровала. Довольно посредственные и ординарные игры в этом месяце дадут Sony. Итак, давайте перейдем к списку, я его сегодня оглашу и расскажу немного об этих играх. Погнали! Итак, первую игру, которую дадут Sony по подписке PS Plus это Soma. Действие игры разворачивается на отдаленной подводной исследовательской станции Petos 2, где машины начинают обретать человеческие черты. Саймон Джаред, протагонист игры, обнаруживает, что мистическим образом оказался на данной станции и начинает невольно раскрывать собственное прошлое, одновременно пытаясь осознать ситуацию, в которой он оказался, а также его потенциальное будущее. Итак, вторую игру, которую дадут Sony это OnRush. Игра, которая возрождает старые добрые аркадные гонки с гравитацией. С OnRush вы всегда будете в самом центре событий. Вас ждет невероятная скорость, веселье и зрелище, от которых захватывает дух. Главное здесь это стиль, эффектность и впечатляющие стычки с соперниками. Итак, следующую игру, которую дадут это Sterden на PS3. Это хаотический, очень динамичный космический шутер с безумными боями, против боссов в стильной крупнопиксельной графике. Отправься в путь на своем корабле и сразись с ужасными космическими пиратами, в нескончаемом бою на выживание. Итак, следующую игру, которую дадут это Steins Gate, опять же на PS3. Потому что первые две игры Sony OnRush были на PS4. Это игра, это история, которой можно наслаждаться раз за разом. Вас ждут запоминающиеся персонажи, выдающаяся графика и душераздирающий сюжет. Итак, игра следующая доступна на PS Vita и PS4. Это игра под названием Iconoclasts. Это пятая игра декабря для пользователей PS+. Робин просто хочет быть механиком и помогать людям. Но без лицензии она грешница в глазах матери. Но не все так просто. Итак, крайняя игру, которую дадут нам по подписке PS+, это Papers, Please на PS Vita. Это последняя игра в декабре для подписчиков PS+, война между коммунистической Астоцкой и соседней Калечей, длившейся 6 лет. Только что закончилась, и в результате Астоцка сумела вернуть себе принадлежащую ей по праву половину пограничного города Грештина. Ну а на этом все, ребят. Будем надеяться, что в январе нам дадут все-таки игры получше. Порадует нас на праздники, то есть на Christmas, на Рождество и на Новый год. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.